как вы думаете все-таки кто виноват в этом незаконном приговоре, потому что я не видел ни одного мнения, что люди считают о его законах, даже в социальных сетях Крыма, в разных пабликах, в сообществах писали, что отпустить, и вы занимаетесь, просто помним. Слушайте, мне кажется, что главный курень зла в фамилии Зубков, вот почему-то если любое дело заходит хоть в районный, хоть вверховный суд с фамилией Зубков, вот совершенно все к нему отношение меняется, вот, и когда это дело случилось, сами следователи говорили, что здесь все ясно, что произошло нарушение мер безопасности, но потом в это дело включаются различные чиновники выше, поражают, кто Зубкова, да давай копай, а у них прикоснований нет, ну нет никаких предписаний, которые он научил, добудь, добудь там в гнобе этого Демина, пусть он тебе даст какую-то справку, так она не процессуальная документ, да неважно, ты добудь эту справку, что там где-то что-то было, так там нет инструментальных замеров, неважно, главное, чтобы была бумажка. Так Погнитиной говорит, она же виновата, нужно там что-то возбуждать, а ты сделай постановление на полстраничке, что она не виновата, потому что она говорит, что она там не прижимала ребенка к сетке. И вот такими документами, предупреждений говорит, нет, нет административных штрафов никаких за нарушение мер безопасности, а вы придумайте, найдите, и вот так было сделано это дело. Но ведь если бы мы жили действительно в честном правом государстве, то следователи сделали дело, они отдают его в прокуратуру. И прокурор, прежде чем отправить в суд, он внимательно читает обвинительное заключение и подписывает его. Я был удивлен и поражен, когда получил подписанное прокурором, следователями, огромным количеством людей, заинтересованных в моей посадке, содержание этого документа. Там шла речь о том, что было осмотрено место происшествия, которое, оказывается, расположено не в парке, но в Тайгах, а в Гурзуфе, на территории какой-то разрушенной базы. Где я, где Гурзуфе, разрушенная военная база. Но это не просто опечатка какой-то секретарши или какая-то компьютерная. Этот документ был выведен начальником следственного управления, возможно, какими-то еще там начальниками, которые смотрели это дело против зубков. Прокурором, целым прокурором, умнейшим человеком, с высшим образованием. И там имеется права, это не единственная такая оплошность, ошибка, которая была в этом обвинительном заключении. Там перечислены были просто все, так сказать, постановления, там не было по сути какого-то обвинения и зло, а просто то, что есть какие-то законы, а вот Зукова нужно посадить. Это знаете, я однажды, когда только мы перешли в Россию, извините, друзья, отвлекусь, но для яркости картины, у меня был контракт по возу жирафов из Чехии. И это первые жирафы, которые Европа согласилась нам продать, они были уже оплочены, но Крым перешел в Россию. И я написал запрос на разрешение на ввоз этих жирафов из Чехии в Министерство природы России, для того, чтобы они выдали свое согласование. Я это и раньше делал много раз, десятки раз по контрактам в украинское время. И тут же получал всегда в течение месяца ответ, что вам разрешено на основе контракта вашей основной деятельности соблюдение митеринарных правил ввоз тех или иных животных. Что же я получил из Министерства, из Департамента природопользования? Я получил на четырех листах, что на ваше обращение сообщаем. И дальше на четырех листах были перечислены законодательные акты Российской Федерации, регулирующие таможенные всякие взаимоотношения с Евросоюзом, внутри нашей страны, перевозка животных, продуктов и всего остального. И здесь у меня, знаете, первое случилось, тогда вот какой-то вот такой неуверенность, ведь я русский человек, мы в России, я директор зоопарка, я обратился первый раз в ваши органы. Сообщите короткой одной строчкой, что уважаемый директор зоопарка, вы все подали правильно, но у вас не хватает вот этого. Или вот вы сделаете еще, дайте вот такую-то справку. Вместо этого я должен иметь штаб юристов, еще со специфическим образованием, которые это бы все проанализировали, эти десятки многих документов. И сказали, почему я не могу ввести жирафов из Чехии, я вынужден был оставить, продать. К счастью, вот нашлись люди, безусловно, на покупку этих жирафов и других животных, которые контракт был разрушен. Но у меня до сих пор обида на то, что когда обращается предприниматель, директор зоопарка с вопросом о вывозе, он получает не прозрачный ответ на русском языке, а получает вот то, что называется микроскоррупционной составляющей. Потому что после этого просто остается только бери чемодан денег, езжай, и тогда тебе будет короткое разрешение. Разрешаем, ВОЗ. Вот то же самое случилось и в данном полу. У меня вот есть личный вопрос, вообще очень личный. Как вы понимаете, во всех делах, когда мы были еще в 2020 году, было огромное присутствие СМИ. То есть очень много форсировалось в интернете, много статей, много видео. Сейчас же не было никого. Ну, кроме именно блок-сферы была. Но именно и не космик, только канал ТВЦ приезжал на суд на финальный. Ну, провокационный вопрос, но я известен своей прямолинейностью и честностью и скажу вам о том, что, к сожалению, я должен констатировать, как человек, который долгие годы, защищая Ялтинский зоопарк и Патриок Тайган, общался буквально со всей прессой, которая была в Крыму. И хорошо знаю очень много лично всех журналистов, корреспондентов. Я могу сказать, что журналистика, свободная пресса в Крыму уничтожена за последние 8 лет, ну, практически на 99%. Если на открытие парка Львов-Тайган приезжало 165 пишущих братьев, снимающих, с камерами, с диктофонами, с телефонами и так далее, то уже через 2 года это количество было там до 30-40, и потом паркнетическая прогрессия очень быстро упала. Вы сегодня не найдете свободных журналистов, вы сегодня не найдете свободной прессы, которая бы освещала подобные события. Это где-то за пределами фантастики. А каналы, которые провластны, они, к сожалению, не готовы давать оценку объективным данным событиям. Но это вот честно, и большая часть журналистов прекратила свою работу, прекратили работу целые издания. Кто-то ушел в глубокое подпуле, кто-то вовсе уехал из страны. Вот, но сегодня в журналистике, которая бы могла независимо и свободно освещать, ну вот каким-то чумом вы держите или подъезжаете, вот, я могу назвать, еще несколько там каких-то каналов или журналистов, и все. Нет, здесь даже вопрос в другом, когда был и провокационные каналы, приезжали, фрильм, и все остальные, то есть это все показывалось, но сейчас этого не было. То есть информационное пространство было пусто, причем и по всех своих, которые были против. Я спокойно с некоторого времени на это смотрю, потому что сегодня все ушло в интернет, и все прекрасно понимают, что все новости сегодня быстро доходят через информационные интернет-каналы. И что, сколько бы там ни снимали, уж не хочу называть, конкретные издания, чтобы на меня не обиделись, но когда видишь их просмотры в интернете от 5 до 15, или в лучшем случае до 35 тысяч, то это считается хорошо. И когда смотришь на любой из наших каналов, что это буквально многие сотни тысяч, а то и миллионы просмотров, то, конечно, понимаешь, что информация сегодня перестала быть газетной, или вот какой-то... Подача информации совсем другая, и до людей доходит гораздо быстрее, поэтому нет никакой необходимости в каких-то других источниках. Около ста сторонников вас и парков ваших были около Судана. 15 тысяч человек смотрел прямой эфир с 9 утра до 8 вечера, даже больше, потому что вас из-за сезона пускали позже, и общее количество просмотров, которое было на всех ресурсах, уже за сутки превалило более чем 10 миллионов, если почитать все. И скажите ваши впечатления, когда вы выходили из СИЗО, и насколько я знаю, вам сказали, что вас там уже дуло когда-то к Алексею. Это было неожиданно, да, я привык к тому, что я громкий, что я заметный, что всегда что-то происходит неординатное, к сожалению, да, но очередной раз был удивлен. Поменялись времена, они сегодня очень трудные, тяжелые, очень много людского горя, боли вокруг, и когда сотрудник СИЗО сказал, что огромная масса людей ждет перед СИЗО, я даже как-то напрягся в неожиданности и думал, ну как, я рассчитывал увидеть семью каких-то близких мне людей, и я знал, что это будет, ну, 10-15 человек, потому что в позднее время, 12 часов практически, шло судебное разбирательство, вот, ну как-то, ну, совсем не ожидал. Вот, поэтому, ну, увидел много знакомых лиц, друзей, людей, которые искренне совершенно пришли, я считаю, что это гражданский подвиг, уж не знаю, что нужно заставить, что должно быть внутри людей, чтобы вот так пойти, потратить весь свой день на то, чтобы ждать этого решения. Его можно ждать между делом, на работе, где угодно, дома, и получить, так сказать, вот, но есть вот всегда настоящие, что называется, друзья, которые, там были депутаты и Госсовета Республики Крым, и на суд приехала дважды депутат Государственной Думы Российской Федерации, вот, Анжелика Егоровна, вот, и поэтому, как бы, я был, конечно, поражок глубины души этим событием, вот, и еще раз хотел бы, хотел бы всех поблагодарить, что, и извиниться за то, что я у вас, у всех такой вот, ну, вот, проблемный, неудобный, и обещаю, что буду как можно меньше, и вообще буду стараться не расстраивать вас, потому что это дальше просто продолжаться уже не может. Слишком много всяких потрясений было за последние 8 лет, слишком много, поверьте, что я тоже человек, и так сотрясать свою семью, свое окружение, но это просто невозможно, поэтому я вынужден сегодня сделать те шаги и переложить там груз ответственности, ну, допустим, если бы я не ушел вовремя с директору зоопарка, да, то я бы не отвечал за глупые действия Гнезиной, да и вообще бы этого судилища не было, поскольку фамилия директора была бы там Пупкин, Перевалова, в данном случае, или кто угодно, вот, потому что именно фамилия Зубков почему-то возбуждает всех этих следователей, прокуроров, они долго совещаются, шьют это дело, надеются, надеются, что что-то где-то вот произойдет, что что-то где-то, какая-то политическая составляющая вмешается, но и, к сожалению, показывает опыт, и Борисенко вмешивается, Борисенко мне показал какие-то на телефоне сообщения, что давай его там научим жить правильно и так далее, родину любить, вот, что называется, это не я придумал, это показал судья, действующий судья, когда меня привезли по конвою на другое судебное заседание, меня завели не в здание суда, а завели в склад суда, в наручниках, с двумя конвоирами, это вообще не бывалый случай, это вообще какая-то сходка, стрелка, я не знаю, с судьей, и он мне надел наушники и долго рассказывал, почему там, значит, он принял это решение, что его заставили, что он по-прежнему ко мне хорошо относится, при этом говорит, не спрашиваю, как у тебя дела, не спрашиваю, как это так, все видно, то есть, ну, нужно знать судью Белогорского суда Борисенко, он очень веселый человек, вот, вне судебных стен, да и в судебных стенах очень веселый человек, вот, очень современный человек, вот, и сарказм, с которым он, и с иронией, с которой он провел это судебное заседание судей, он возмутил и адвоката, и, так сказать, не может не возмущать в данном случае. Субтитры создавал DimaTorzok